Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, юбилок по образованию, виноградарь по призванию. С нами вращение винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами вновь разговариваем про обработки винограда от болезней. Как раз у нас наступает июль и наступает активное время обработок. Для чего вообще они нам нужны в первую очередь? Для того, чтобы наш виноград был здоровым, мог хорошо расти и давать нам хороший урожай. Потому что болезни его ослабляют, болезни портят ягоду. Основные заболевания, которые есть у винограда в нашем регионе, я подчеркиваю, в нашем регионе, потому что в некоторых может быть что-то еще. Это мильдио и аидио. И самое важное, что я всегда подчеркиваю и хочу, чтобы вы меня услышали, что болезнь легче предотвратить, чем излечить. Некоторые виноградари считают, а зачем мне эта химия, я ничего делать не буду. А потом, ай-яй-яй, чем полечить? Так вот, лечить достаточно сложно. А также, когда я весной рассказывала про болезни винограда, тоже про схему обработок. Ссылку на тот ролик я вам оставлю, потому что там подробно про препараты, про подходы, про схемы. Было такое, что вот кто-то считает, рядом с виноградником нужно высаживать розы. Как только розы начинают болеть, надо виноград обрабатывать. На самом деле, чушь не сусветная. Вроде бы так делают в Европе, но, честно говоря, у меня больше мнение о том, что розы там высаживают у виноградников, чтобы животные не проходили, потому что розы колючие. Какая-то такая традиция. Я выращиваю розы много лет, и у меня за больше, чем 10 лет на розах аидиума я не видела ни разу. Ну, а смотрите, лист одуванчика, видим, такой серо-белый налет. Вот вам и аидиум. Вот здесь, смотрите, тоже, да, одуванчики прям белые. Все в аидиуме, рядом виноград, виноград еще чистый. Мычнистая роса на разных растениях, она разная, и она друг другу не передается. Немножечко эти грибки отличаются. Розы тоже чистые, причем розы я ничем не обрабатываю. И все с ними замечательно. Но это абсолютно не значит, что на виноград аидиум не придет или придет. Есть условия, есть погода, есть сроки обработок. И не надо ждать какого-то волшебного пинка в виде роз, либо в виде одуванчиков. На дубах очень часто бывает мычнистая роса, причем даже с конца мая. Мы работаем по стандартной схеме. Есть стандартная схема профилактики, ей надо пользоваться. Схему обработок у нас включают 4 обработки от аидиума, от мычнистой росы, и 3 обработки от мильдиум. Если вы сделали одну обработку до цветения, замечательно. Не успели, ничего страшного. Смотрите, еще погода, она тоже очень сильно влияет. И возвращаясь к тем виноградарям, которые считают, что у меня никогда не болело, все хорошо. Замечательно, если у вас никогда ничего не болело. Замечательно, если вы с этим не сталкивались. Но погоды очень сильно влияют на то, заболеет растение или нет. Например, сейчас стоит жарко-сухая погода. И вот это как раз-таки замечательная погода для аидиума. Если у нас начнутся дожди, то это будет замечательная погода для амильдиума. Вот когда стоит такая сильная жарко-сухая погода, потом проходит 1-2 хороших дождя. Все, через пару дней жди мильдиум. Поэтому еще раз подчеркиваю, что не надо ориентироваться на какие-то розы, одуванчики, либо что-то еще. Не надо надеяться, что все будет хорошо. Лучше поработать над профилактикой. Если мильдию еще чаще всего портит лист, хотя иногда бывает на ягодах, то аидиум как раз-таки портит сильно ягоду. Ягода, поврежденная аидиум, она растрескивается, потому что кожица становится твердой и, соответственно, ягода повреждается. Мало того, что она имеет некрасивый вид, она еще и портится. Итак, переходим непосредственно к обработкам. Есть у нас препараты системные, которые проникают внутрь растения. Кратенько это топаз против аидиума. Самый вообще распространенный это фалькон. Ну и некоторые другие препараты. Вот у меня сейчас списка под рукой нет, я все не вспомню. Поэтому в интернете посмотреть препараты от аидиума нет никакой сложности. Против мильзию раньше активно в виноградаре использовали ридамил голд. На сегодняшний день я его не рекомендую. Есть очень спорные данные по нему. Опять же, насколько они достоверны, непонятно. Но вплоть до того, что даже в Европе его запретили, потому что все-таки он сильно токсичный и имеет канцерогенное действие. Да, в продаже у нас в Беларуси найти ридамил не проблема. Многие его продают. Но, честно говоря, мы отказались от использования его на своем участке. Есть другие препараты, которые легко можно найти в свободной продаже. Еще раз возвращаемся к схеме. Если сделали обработку от аидиума перед цветением, все замечательно. Если не сделали, то сейчас, как только виноград отсветет, нам надо сделать 4 обработки с интервалом от 7 до 14 дней. Смотрите, если примерно с 1 июля мы начнем с вами обрабатывать, то если мы возьмем интервал 7 дней, то к концу июля мы уже все завершаем. И, допустим, если мы берем тапас, у него 20 дней до сбора урожая. Соответственно, мы условно к 1 августа закончили. И 20 августа мы уже можем снимать урожай. Ультраранние сорта могут уже созреть в это время. Ну, а что-то созреет еще чуть позже. То есть, важно еще соблюсти сроки. Можно обрабатывать через 14 дней. Но через 14, если мы будем идти, то последняя обработка у нас будет где-то середина августа. Опять же, вы смотрите, когда у вас урожай. Обратите на это внимание на сроки. Если вы хотите менять препараты, то сначала после цветения берите препарат с самым большим сроком, а потом с наименьшим. Против мильзи, напомню, у нас 3 обработки тоже делаем после цветения. И те же интервалы. Примерно 7-14 дней. Там уже как у вас будет получаться, как вам удобно. Еще важный момент. Значит, смотрите. Препараты имеют определенную эффективность при определенной температуре. Сейчас очень жаркая погода. И когда слишком жарко, некоторые препараты могут работать не так эффективно, как нужно было бы. Поэтому старайтесь выбирать какие-то более прохладные вечера. Опять же, по возможности. Многие из нас выращивают виноград как дачники. Не живут на месте. Выходные приехали. Уже как получилось, так и обработали. Кто-то, допустим, все время идут дожди. Что мне сделать? Если препараты системные, как правило, достаточно 2-3 часов для проникновения внутрь. Поэтому, если мы можем выловить такое окошко, то лучше обработать, а не откладывать на более поздний период. Опять же, потому что те же дожди способствуют развитию заболевания. Еще, если у вас были проблемы с гнилями, обязательно проводите обработки от гнилей. Список препаратов, я сейчас так на вскидку не помню, на экране будет написано. Тоже смотрите по схеме, которую рекомендуют производители. Там примерно тоже интервал 7-10 дней и трехкратная обработка. То есть обязательно это сделайте. Еще очень важный момент. Смотрите, опять же, часто и жарко-сухая погода. Но часто после такой погоды может прийти град. Конечно, желаю, чтобы у вас его не было, да, и вы вообще не знали этой проблемы. Но если вдруг случится так, что град у вас прошел, обязательно, обязательно обработайте виноградник. И чем быстрее, тем лучше. В идеале в течение 24 часов. Потому что при таких повреждениях очень сильно развивается белая гниль. Она очень сильно портит ягоды. И для виноградника она очень плохо. Чем обработать препараты от гнилей? Либо препараты меди, меднокупороз, абегопик. В общем, любое то, что есть под рукой, обязательно пройдитесь. И чем быстрее, тем лучше. Ну, конечно, желаю, чтобы вы с этим не столкнулись. Также против миди, против аидиума мы можем использовать и контактные препараты. Против мидиума это все препараты меди. Любые против аидиума это препараты серые. Каллойная, теавиджет, пфокалерос, гидросера. Возможно, есть еще какие-то коммерческие названия. И, кстати, жаркая погода замечательно. Вот если у нас стоит прохладно, то препараты серые работают плохо. А вот если стоит жара, то препараты серые работают очень хорошо. Но тоже важно, при определенной температуре может подгорать лист. Имейте это в виду. Особенно листики молодые. Поэтому, если вдруг после обработки вы увидели, что у вас листики где-то покричневели, не надо думать, что это болезнь. На самом деле, это немножко подгорело. И чем хороши препараты серые, 4 дня до сбора урожая. То есть, если вы как бы опасаетесь системных препаратов, и не хотите какой-то такой сильной химической нагрузки, то вот это ваш вариант. Это экологично, это используют в органическом земледеле. Поэтому смело можете пользоваться. Против мильдии, я уже сказала, нет. И есть такое замечательное средство, термофильный чай. Испробован нами не один сезон. И чем хорош термофильный чай, что даже если растение заболело, вот мы уже увидели мильдию, достаточно эффективно борется. Ссылку на видео по нему, как его готовить, как его использовать, я вам оставлю под этим роликом. Единственное, что важно, что готовится он за несколько дней до. Это раз. Второе, если идут дожди, мы понимаем, это биопрепарат, это препарат контактный, который на поверхности, то есть там обработки надо проводить часто. Но, тем не менее, это, опять же, достаточно экологично. Тот, кто не хочет какой-то такой химической нагрузки, то можете рассмотреть такой вариант. И еще маленькое замечание. Не обработками едиными. Если мы хотим, чтобы наши растения были здоровыми, да, работать над профилактикой нужно, но правильный уход, это правильная нагрузка, не допускать загущения. Нормально подкармливать виноград, чтобы ему всего хватало. Это тоже способствует его иммунитету и уменьшает вероятное заболевание. Тоже имейте это в виду. И подводим итог. Болезнь проще предупредить, чем излечить. Соблюдайте сроки использования препаратов и еще соблюдайте дозировки, рекомендуемые производителем. Что я часто встречаю на каких-то форумах, когда некоторые дозировки, по тому же Ридомел Голду, завышают чуть ли не в два раза. Не надо этого делать. Смотрим то, что рекомендует производитель. Сроки то же самое. То, что рекомендует производитель. Сайты производителей доступны. И еще, если у нас что-то там на гектар, если вдруг вы находите информацию о внесении какой-то дозировки на гектар, то вот как это переводится из расчета на 10 литров. И еще важный момент. Покупайте нормальные препараты в проверенных магазинах. Потому что много бывает подделок. Чаще всего на них пишут, что произведено в Белоруссии. Есть по этой теме отдельный ролик. Тоже очень рекомендую посмотреть и обратить внимание. Потому что таких типа препаратов достаточно много. Обращайте на это внимание. И покупайте еще раз проверенные препараты в нормальных проверенных местах. Желаю здоровья вам и вашему винограду. Прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч.